Друзья, всем привет! Меня зовут Денис и вы на канале ДНДН ТВ. В сегодняшнем видео я подготовил для вас подборку полезных советов, которые очень часто меня выручают. Советы все рабочие, довольно-таки часто сам ими пользуюсь и в сегодняшнем видео хочу с вами ими поделиться. Итак, не будем много разговаривать, давайте сразу начнем. У многих мастеров есть вот такие самые дешевые струбцины. Стоят они где-то в районе 100 рублей. Мне они в принципе служат верой и правдой уже довольно-таки долго. Скажем так, качество ниже среднего, но тем не менее они рабочие. И сейчас я покажу, как можно улучшить функционал вот такой вот обычной струбцины. Первым делом вот у них вот здесь вот запрессовка есть вот в этом месте. Я ее сточил болгаркой. Я это сделал для того, чтобы вот этот фиксатор не придерживал вот эту часть. То есть, чтобы она была съемной. Для чего я это сделал? Сейчас я вам покажу. Итак, вот есть у меня такой перфорированный стол. Очень удобная штука. Многие скажут, что он дорогой, но вы можете взять обычный лист фанеры, насверлить дырочек и сделать из нее столешницу. Но вот смотрите, для чего это делается. То есть, в любом месте стола вы можете пропустить эту струбцину и вот таким вот образом прижимать деталь. Это удобно очень, потому что абсолютно в любом месте стола, там где есть вот эти вот отверстия, вы можете крепить деталь. Итак, друзья, немножко модифицировал я свою струбцину. Ну, вкратце расскажу, что и для чего. То есть, из фанеры выпилил вот такие вот две дощечки. Вот здесь высверлил и вырезал стамеской. Одеваются они вот таким образом. Далее, вот сюда надел алюминиевый наконечник и вот просверлил, вставил гвоздь. А вот здесь, чтобы не слетал наш гвоздик, намотал изоленту. То есть, вот таким образом он сейчас ходит свободный. Так, ну а теперь, для чего это все сделано. Да, вот здесь отверстие под пяточку просверлил, чтобы оно вот сюда вот заходило и вот таким образом оно крепилось. Для чего это все сделано. Итак, вот у такой струбцины, у нее как бы очень маленькая ширина захвата вот детали. А, за счет вот таких удлинителей площадь давления увеличивается. И плюс еще не остаются следы от самой струбцины. Так, вот этот узел я сделал специально. Вот если уже усилия не хватает закручивать, то при помощи вот такого узла очень удобно докручивать струбцину. Вот видите, уже усилие даже изогнуло. Но изогнуло, потому что вот струбцина дешевая. Вот и теперь, как видите, и площадь склейки увеличилась, и следы не останутся. И плюс, вот за счет вот этого простого механизма намного удобней будет закручивать или откручивать. Потому что вот у этих струбцин тоже вот маленькие неудобные ручки. И не всегда можно максимально затянуть. Также вот этот узел, он очень удобен для работы на перфорированном столе, который я показывал чуть раньше. То есть, закрепил деталь. И вот не нужно руку как-то выгибать. Да, вот спокойно закрутил, закрепил деталь. То есть, это очень удобно. Давайте перейдем к следующему совету. Друзья, следующий совет обязательно пригодится тем владельцам, у кого есть вот такие магнитные сварочные уголки. Наверное, каждый, кто работал с этими уголками, знает, что во время работы и после работы на них скапливается очень огромное количество металла. То есть, если вы шлифуете, режете металл, свариваете, вот здесь вот весь уголок покрывается вот такими намагниченными частицами. Эти частицы практически невозможно полностью удалить. По крайней мере, я до этого момента не знал способа. Я пытался их воздухом обдувать, там как-то рукой снимать. Ну, неэффективно. Перчаткой стряхивал. Все это неэффективно. И способ пришел мне чисто случайно. При помощи, да-да, при помощи вот этой обычной щетки, он идеально вообще очищается за несколько секунд. Вот видите, вот этот вот налет, который практически, я говорю, невозможно ничем удалить. Вот, и при помощи щетки, единственное, нужно делать довольно-таки резкие движения. Вот, из углов немножко сложнее удаляется. Вот такой результат у меня получился после пару десятков движений щеткой. Ну, это место я сваркой прожег. Вот, кто-нибудь, если знает более быстрый способ очистить магнитный сварочный уголок, пишите в комментариях. Буду очень благодарен. При помощи следующего совета я лет 15 тому назад выиграл спор. Выигрыш, конечно, был небольшой, там всего лишь 2 литра кваса, но тем не менее, человек был удивлен. Вот, и сегодня я хочу показать вам, как вы можете и выиграть и спор, и плюс он вам еще пригодится. После покупки станков у меня остается очень, ну вот, в упаковке идет пенопласт. У меня очень много остается этого пенопласта. Когда наступает момент, есть один прикольный способ, который выручает в многих ситуациях. Для этого мне понадобится стеклянная баночка, ацетон и пенопласт. Итак, друзья, предмет спора был, влезет ли в граненый стакан здоровый кусок пенопласта. Вот, ну, секрет на самом деле прост. Ацетон и пенопласт. Смотрите, что получается. То есть его нужно просто помельче. Я взял маленькую баночку. Ну и как видите, друзья, объем, превышающий раз в 6, объем этой баночки, спокойно зашел туда. У нас получилась вот такая вот жидкость. Ну что же делать с этой жидкостью? Сейчас я вам покажу. Понадобится кисточка. И покрываем дощечку, которую нужно защитить от воды, от природных осадков, от жучков и так далее. Жидкость проникает, в принципе, очень хорошо. Вот. И таким образом вы покрываете, грубо говоря, это у вас такой вот не сильно дорогой лак. Если вы еще найдете, где дешевый ацетон купить, также говорят, что можно разбавлять его бензином, растворителем. Но я вот делаю, как я пробовал изначально, ацетон. Вот. Если нагнать несколько слоев, то здесь уже образуется вообще полимерное такое покрытие, плотное. И у вас возникнет вопрос, где еще можно применить вот эту вот жидкость, получившуюся из пенопласта. Если заменить растворитель на менее летучий, то есть у вас будет больше времени покрывать деталь, на ацетоне она быстро высыхает, очень быстро высыхает. Прямо три раза махнул, если четвертый раз по этому месту, она уже сворачивается. За счет того, что ацетон уже улетел. Вот. Ну, смотрите, можно использовать на цементной стяжке, можно заделывать небольшие швы, щели, трещины в цементе этим составом. Можно шифер заделывать, можно покрывать древесину, то есть строительную, которую вот нужно защитить от воды. И говорят, что можно пенопласт растворять в бензине. Я не пробовал. Если кто-то пробовал, у кого-то есть опыт, напишите в комментариях, самому интересно, действительно ли это так. Потому что, ну, сами понимаете, литр бензина намного дешевле, чем литр ацетона. Следующий мой совет, вот про такой девайс, это пистолет для герметика. Сейчас уже современные ручные пистолеты продают. У него, кстати, несколько функций. Вот хотел вам рассказать. Первая функция, вот смотрите, здесь отверстие, и когда нажимаешь на курок, появляется нож. Это сделано специально для тех герметиков, которые вот без дырочки здесь закрыты. То есть вот вставляете таким образом и срезаете кончик. То есть очень быстро и очень удобно. Следующий девайс, это вот эта вот игла. То есть она откидная. Это специально сделано, если у вас старый герметик, он уже забился, то вы этой иглой протыкаете герметик. Не нужно искать никакой саморез. И третья фишка, тоже очень удобная, это стоп-капля. То есть вот ставите ее, вот так открыто, вот так закрываешь, и у вас подача герметика закончится. То есть не нужно отжимать вот этот рычажок, чтобы ослабить давление. Вот этого достаточно будет. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, постараюсь ответить всем. Оставляйте свои способы в комментариях, может быть подскажете для меня что-то интересное. Также под видео оставляю очень полезные ссылки. Листайте, смотрите, я думаю для себя тоже много найдете интересной информации. На этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok